Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И мы вместе с вами продолжаем рассматривать Евангелие от Луки. Сегодня у нас третья глава. В прошлый раз мы говорили, вспоминали Рождество Христово, поклонение Волхвову, а затем те обряды, которые положено было пройти, обрезание и посвящение Господу. То, что у нас известно, как праздник Сретения Господня, встреча в храме Соломоновым Семеном Богоприимцем, который произносит удивительную молитву, песню «Ныне отпущаешь, арабатывая владыка». И потом вспоминали события из жизни 12-летнего отрока Иисуса. И вот теперь у нас уже совершенно новое повествование, продолжение. И Евангелист Лука, как такой тщательный историк, он даже приводит некоторые такие вот четкие данные. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Траханицкой области, Алисане четвертовластником в Авелинеи, при первосвященниках Анне и Каяфе был глагол Божий Кеанну, сыну Захарии, в пустыне. Вот посмотрите, как старается Евангелист Лука, он какую-то привязку временную. Почему? Потому что это вот мы ведем летоисчисления от Рождества Христова, да. Какое-то время вели от сотворения мира, но когда вели? И на самом деле уже в христианскую эпоху старались по ветхозаветным библейским книгам выстроить такую вот хронологию, отталкиваясь от повествований в книге «Бытия», прежде всего, где описывается возраст библейских праутцев, кто кого в каком возрасте родил, и там вот очень много таких вычислений. Но а в то время, да, когда только-только вот еще даже новозаветная письменность не появилась, и как? Было, конечно, у римлян от основания Рима, да, но в Иудее все-таки старались не придерживать римских обычаев, такого летоисчисления не было, поэтому все было немножко иначе, вот надо было как-то привязать. А привязать как? Вот если Рождество Христово, оно во время императора Августа, который объявил перепись, вообще переписи-то было много, то здесь уже упоминается новый император, это император Тиверий или Тиберий, как угодно, и это 15-й год его правления упомянут, и при этом даются еще более четкие такие исторические привязки, вот когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее. Понтий Пилат, вот если вспомнить, он где-то 11 лет или 12 лет был прокуратором, то есть прокуратор это кто? Это такой вот представитель, представитель императора в конкретной провинции, которому подчинена здесь вся вот местная жизнь, и прокуратор, ну он как некий наместник вот в этой области. И вот что мы видим, что получилось так, что Иудеи, в ней нет такой единой власти, вот прокуратор Понтий Пилат, он начальствует в Иудее, а Ирод, это не Ирод Великий, это Ирод Антипа, сын его, он четверовластник, то есть имеет только четвертую часть. В Галилее, Галилея находится к северу от Иудеи, даже там как вот Иудеи, потом Самария, потом только Галилея, но в принципе Галилея это тоже Иудейская область. Филипп, брат Ирода, он четверовластник в Итурее Траханицкой области, это где? Чтобы так вот просто дать обобщенную картину, Итурее Траханицкая область это на восток от Иордана, то есть вот там, и ну немножко к северу, то есть это за Иорданская страна. И упоминается также Лисани, четверовластник в Авелинеи, где это? Это вообще там дальше куда-то к северу, где вообще там сирийские какие-то места, город Дамаск. Ну и что еще, какая привязка идет историческая при первосвященниках Анне и Каиафе? Собственно говоря, вот в это время таким законным первосвященником был Каиафе, а Анна это его тесть. Анна или более точно Анан, первосвященник, он первоначально был до Каиафы первосвященником, а потом его сместили. Его сместили, но в принципе он почитался у иудеев как первосвященник, и власть, влияние его были весьма велики. И так как он в родственных узах с Каиафой, он тесть Каиафы, то получается, что как бы два первосвященника и Анна тоже сохраняет такое вот негласное присутствие, негласную власть. И вот в это непростое время, что мы видим? Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне. То есть у людей там свое, у политиков свое, и они там что-то делят, разделяют, собирают налоги, объявляют переписи, но помимо этого есть еще Божий промысл. И вот Господь избирает своих людей. И вот упоминается Иоанн, сын Захарии, то есть это Иоанн Креститель, и сказано, что был глагол Божий к нему. О ком вообще обычно так говорят, что вот глагол Божий, да, там было слово Божие к такому-то, да, или глагол Божий, или буквально сказал Господь вот такому-то. И это речь о пророках. Вот так повествовалось в Ветхом Завете о святых пророках. Там пророк Моисея, да, там Исаия, Езекииль, Даниил. Вот им всем был какой-то глагол Божий, то есть непосредственное обращение Божие. Как это именно совершалось, нам, как непророкам, трудно понять, но мы знаем, что и в наши времена бывает, допустим, прозорливость. Вот прозорливые старцы, к которым Господь что-то открывает. И вот это вот обращение Божие, это вовсе не какой-то вещественный, какой-то чувственный звук, да, когда вот мы произносим какое-то вещественное такое вот слово, оно звучит. Потому что слово Божие не есть слово человеческое. И, как объяснял святой Василий Великий, это более такое непосредственное обращение Господа, Святого Духа вообще, обращение непосредственно к уму пророка, когда ум пророчески раскрывается, и перстом Божиим там вот начертываются некие истины, как откровение Божие, и пророк это возвещает. То есть, да, это обращение Божие, но вот так, как нам очень трудно это понять, вот по нашей человеческой немощи. Итак, был к нему глагол Божий, а где? В пустыне. Он находился в пустыне, тут даже вот ученые-мужи очень долго и много обсуждали. В пустыне были некоторые такие течения того времени, там, допустим, какие-нибудь ессеи, вот, потом кумранитские общины, которые вели такой строгий подвинческий образ жизни. То есть, вот те, кто искал особо высокого духовного образа жизни, они удалялись в пустыню. И мы знаем, что и в христианской традиции многие монахи, они шли именно в пустыню. Почему так? Потому что город — это вот наша человеческая цивилизация. Это наше земное построение, когда мы, вот человек изгнан из рая, и будучи беззащитен, обнажен в условиях уже такого испорченного мира, человек начинает отгораживаться от природы. Почему? Потому что природа враждует согрешившим человеком, животные вышли из повиновения, все друг друга уничтожают, и человек пытается отвоевать себе место, отгородиться от природы, там, выстроить какой-то частокол, внутри этого частокола какие-то дома, хозяйственные постройки, и потихоньку возникает, как бы, свой отдельный мир. Вот есть мир природы, и человек вдруг выстраивает свой отдельный мир, как, ну, вот некую такую цивилизацию. Потом техника какая-то, потом наука, и вот уже там компьютеры, ноутбуки, мобильная связь, и человек думает, что он такой великий, самостоятельный, но достаточно отключиться электричеству, да, или просто выключить людям канализацию, и все. Вся жизнь тут же рухнет, человек тут же понимает, насколько он беззащитен, он не знает, куда бежать, как ему от этого спасаться, а подвижники, вот они добровольно выходили из условий нашей человеческой городской цивилизации, поселялись в пустыне, где вроде бы они подвержены всем вот этим превратностям, но зато там и присутствие Божие особенно очевидно. Вот как об этом наш путешественник Федор Конихов, он ведь даже священный сан со временем принял, отец Федор Конихов, он свидетельствовал не раз, что именно вот когда ты, вот он совершал кругосветные путешествия, и бывало так, что вот полагаться просто не на кого. Вот как-то, когда он за северным, ближе к северному полюсу, проплывал там через самый юг Южной Америки, там и морозы страшные, вот, и, а у него яхта, давай заваливаться, вот, и все, уже под таким углом, что упадет и попробуй подыми, кто там тебе поможет. И вот он взмолился святителю Николаю, чудотворцу, и невообразимым каким-то способом яхта вдруг начинает подыматься, да, а штурвал, когда он взял, он был горячий, как будто вот кто-то очень теплый прикоснулся, то есть вот как благодать Божия коснулась, согрела, или в другой раз, когда там надо было что-то срочно пилить, ему железная какая-то стружка попадает в глаз, он ничего не может, и только начинает молиться и плакать, и вот со слезами выходит эта стружка, и, в общем, очень много было таких у него случаев, когда по-человечески вот помочь никто не мог ему, и вот он молился Богу, и Господь помогает, там, где вроде бы вокруг просто жестокая стихия природы. И вот подвижники христианские, они шли именно туда, где вроде бы обнажается наша немощь, но зато и всецелое упование на Бога, зато там ты ведешь именно по-настоящему именно подвижнический образ жизни, и, ну, конечно, мы этого не потянем, но вот такие аскеты, как преподобный Антоний Великий, Павел Фивейский, Макария Египетская, Святая Мария тоже, да, вот, которая вначале была блудницей, потом стала величайшей подвижницей, жила в палестинских пустынях, Мария Египетская и прочие. И вот святой Иоанн Креститель, он тоже жил в пустынях, и его называют, как бы, тоже в каком-то смысле, как родоначальником христианского монашества, пустынножительства, потому что он вот этот образ жизни монашеский прошел, он его осуществил, этот образ жизни, он этот путь прошел, и вот за свою чистоту он сподобляется особого призвания Божия, был ему глагол Божий, что же это за слово Божие, что же за призвание? И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». То есть вот святой Иоанн, когда Господь призывает его, идет и проповедует, вначале отталкиваясь от пустыни Иудейской, потом по разным селениям, и точнее вот рядом с селениями. Он в города-то не заходил, но люди как раз шли к нему и слышали его, и те, кто слышали, звали других, и те еще новых звали, поэтому к нему шли огромными толпами, а он проповедует покаяние, и он имел на это право, потому что он сам вел чистый, такой подлинный образ жизни. Вот когда жизнь настоящая, настоящий аскет, или настоящий какой-то военный герой, или настоящий защитник Отечества, это очень чувствуется, и люди тянутся к нему, доверяют его слову. И вот слово святого Иоанна доверяли, а он говорил, что все, хватит сидеть в этих вот своих эгоистичных прихотях, хватит там обманывать, лукавить, всякие подлости совершать. Вот должен наступить момент, когда либо ты сам начнешь судить свою жизнь и отказываться от этих грехов, и скажешь, все, я больше так не хочу, или же придет суд Божий, и ты будешь наказан. Так вот, именно Иоанн все это и проповедовал, покаяние для прощения грехов. И евангелист Лука вспоминает пророчество Исаии, глаз вопиющего в пустыне, то есть как бы такой одинокий голос, потому что другого подобного ему не было. И он именно в пустыне проповедует, приготовьте путь Господу. То есть Господь идет, а кто его встретит? Если каждый, кто куда, кто чего хочет, кто социальной свободы, кто комфорта, кто чего, людям больше был бы нужен какой-нибудь греческий герой, наподобие Геракла. Геракла тоже греки называли своего рода спасителем, он там Авгиевы конюшни расчищал, он там и то делает, и это делает, он как помощник и тех, и других, но он именно не спаситель, а спасатель в социальном, может быть, экономическом смысле, то есть в плане комфорта. А здесь дается духовная свобода. И для этого нужно в своем сердце открыть двери, чтобы приготовить путь Господу. Прямыми сделайте стези ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия. То есть спасение Божие приблизилось, вот-вот сейчас придет сам Христос, обетованный Мессия, и что произойдет? А то, что вот такие тут противопоставления, такие антитезы, это из пророка Исаия, что всякий дол да наполнится, то есть тот, кто нуждается, тот, кто чувствует свою духовную немощь, вот блажены нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное, то они как раз во Христе и обретут своего подлинного Спасителя, сподобятся от Него благодати. А те, кто наоборот гордятся, это всякая гора и холм да понизится, то есть это как некая гордыня, которая как гора возвышается, и все это не спровергнется, это понизится. Кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими. Почему так? Потому что Христос будет исправлять человеческую жизнь. И бывает так, что кажется, вот настолько все криво, косо в нашей жизни, настолько вот мы погрязли во грехах, там в какой-нибудь подлости, лукавстве, что просто уже невозможно человека исправить. А нет, вот обращается он ко Христу, и у него потихонечку все начинает выправляться, потому что Господь всякую такую кривизну выпрямляет и неровные пути делает гладкими. Вот приходит всякая плоти, спасение Божие, главное, чтобы эта плоть готова была принять Христа. А дальше мы послушаем, как святой Иоанн обращался непосредственно вот к тем людям, которые вот рядом находились. И оказывается, он не всегда церемонился. Ну, понимаете, конечно, не все мы имеем право на это, на такое жесткое слово. Вот если ты ведешь такой безупречный образ жизни, то ты можешь и жестко засвидетельствовать об истине. А если ты сам не то, не все, то что ты можешь требовать от других людей? А вот святой Иоанн, да, это был явно такой вот святой человек, аскет, подвижник, у которого пророческое вдохновение, дар Божий. И Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, «По рождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния». Вот представьте, насколько это жестко. Ехидны, как маленькие такие ядовитые змеи, да, змеи бывают большие, бывают маленькие, бывают там какие-нибудь анаконды, питоны, которые заглатывают, а бывают мелкие такие ехидны. И вот вы, мелкие людишки, которые погрязли в своих грехах, как вот эти вот мелкие ехидны, они кусаются, и толку от них никакого нет. Вот святой Иоанн, он так достаточно жестко обличал людей, и это отрезвляло их. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» То есть, не пытайся убежать ни от своей собственной совести, ни от суда Божьего. Вот куда бы человек ни уехал, совесть все равно рано или поздно будет его гладать. И суда Божьего невозможно избежать. «Сотворите же достойные плоды покаяния». То есть, недостаточно просто пожалеть о том, что ты там скверно как-то поступил, нужны плоды покаяния. А плоды покаяния – это исправление. «И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам». Вот помните, кто читал Евангелие, то вот иудеи, они часто этим похвалялись, что они – дети Авраама. А сам Христос им что говорил? «Ваш отец – дьявол, и вы похоти отца вашего дьявола творите». То есть, кто кем побежден, тот тому и раб. Если ты творишь грех, то ты раб греха. Как же ты будешь чадом Божиим? И вот они-то вроде бы чада Авраама, но насколько жизнь растлилась, в то время. И при этом святой Иоанн, он уже открывает удивительную истину, «Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама». Камень – это мертвая материя, причем не просто мертвая. Если ты упадешь на камень, ты очень сильно ударишь. То есть, камень – это жесткость. И бывают люди, кажется, вот настолько у них жесткие каменные сердца, что исправление никакое невозможно. Ну, посмотрите, даже вот князь Владимир, каким он был жестоким до своего крещения. То есть, как он подал, поступал со своими двумя родными братьями, пробиваясь к власти, как он там пытался обладевать наложницами, как он поступил с Рогнедой, и насилие было такое совершено, причем на глазах у ее родителей. То есть, ну, просто зверь зверем, если так вот внешне посмотреть. Казалось бы, не может он исправиться. А вот благодать Божия коснулась, и получается так, что Господь из камней сих воздвигает чад Авраамовых. То есть, Авраам – это такой очень трепетный верующий, который хранил веру в Господа, кротко служил Богу, и князь Владимир тоже все свое зверообразие оставил. Он откликнулся на Божий призыв, вот потому что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. И святой Иоанн продолжает, продолжает жестко. Уже и секиры при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Ну, действительно, вот если вы посадили там яблони, груши, сливы, что угодно, черешню, а они не приносят плодов. Ну, согласитесь, странно, да? И со временем это только садовника и того, кто сажал, вообще раздражает. То есть, получается, обман. Рассчитывали на плоды, а плодов нет. И такие деревья со временем срубаются и бросаются в огонь. Вот так же и говорит и вы, если не явите плодов покаяния, то Господь вас накажет. И спрашивал его народ. Видимо, слово святого Иоанна, оно было настолько действенным, что люди прямо вот замирали, слушая его речь, и они спрашивали, что же нам делать? То есть, вот как нам спастись? Как нам быть? Он сказал им в ответ. У кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого есть пища, делай тоже. То есть, ты посмотри, что ты не один, а есть ближний. Причем, святой Иоанн не говорит, вот отдай все. Вообще, все раздай, да, и себе ничего не оставили. Нет. Вот он говорит, что у кого две одежды, то есть две, ты одну можешь себе оставить, одной поделись. То есть, поделись, если тебе есть чем поделиться. Имеешь пищу, дай неимущему. Потому что, ну вы же братья друг друга, вы сами говорите, что вы дети Авраама, почему же вы не хотите сами друг друга любить? И вот он обращает взор к такой элементарной истине любви к ближнему, милосердия. Пришли и мытари креститься. То есть, получается так, что приходили вот просто иудеи, которые каялись, он их омывал в водах Иордана. Погружение, по-гречески вот это слово погружение, баптисма, баптидзо, погружаю, то есть, это отсюда и пошло. Вот уже мы говорим крещение, но слово крещение, это чисто христианское такое слово от наименования креста, а, кстати, наименование креста от имени Христос. И у нас вот в таинстве крещения как не просто вот омытие, а приобщение к Христу, который на кресте искупил наши грехи. Поэтому вот приобщение к Христу Христову. А здесь мы видим, что Иоанн, он омывает исповедующих свои грехи, но помимо иудеев приходит мытари. А вот мытари это действительно были такие достаточно подловатые люди, почему так? Потому что вот они собирали налоги, но собирали для кого? Не для храма, не для своего собственного народа, а для римского государства. И при этом римляне им давали право делать некую такую вот как бы наценку, то есть набрасывать немножко себе. и у чего мытари вот что было, что когда они собирали налоги, если кто-то не мог вовремя дать, то на него, на эту сумму мытари накручивали проценты. То есть вот если ты сейчас не платишь, то потом ты отдай там вдвое больше, через какое-то время. И таким образом вот они наживались на бедах людей. Многие залазили в какие-то там долги, продавали то, что у них было, и мытарей никто не любил. Так вот, и они, оказывается, идут, их совесть тоже пробуждается, спрашивают. «Пришли и мытари крестицы и сказали ему, учитель, что нам делать?» Он отвечал им, ничего не требуете более определенного вам. Вот смотрите, как мудро отвечает святой Иоанн Крестителю. Он не сказал, да вы там бросаете собирать эти налоги, вообще уходите, тоже живите в пустыне. Он такого не говорит им. Да, он говорит, что земная жизнь, она сложная вещь. И вот существует государственный порядок. Иудеи сейчас подчиняются Риму. Римляне требуют налоги, значит, их надо собирать. Не нужно никаких революций, восстаний, бунтов. Собирайте. Но ничего не требуете более определенного вам. Вот в чем суть. То есть не добавляйте от себя каких-то еще дополнительных требований к людям. Вот сколько нужно отдать государству, столько и отдавайте. В общем, всякое взяточничество здесь отсекается. Спрашивали его также и воины. А вот это уже интересно. То есть, тут получается, воинами-то кто были? Воинами были римляне. Получается так, что вот эти римские легионеры, слушая, узнав про этого проповедника удивительного, тоже из любопытства начинали приходить и слушая, что он говорит, они тоже, у них тоже, видимо, совесть пробуждается и спрашивают, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Вот тоже очень интересная такая заповедь. Святой Иоанн Креститель не говорит, что нельзя вообще воевать. Ну, так вот устроена наша жизнь вне рая. Все друг с другом враждуют, воюют, и чтобы отстаивать правду в таких широких человеческих масштабах, иногда приходится брать в руки оружие, дабы защищать свою родину, защищать беззащитных, неповидных. То есть это нужно. И он не говорит, вот как Лев Толстой учил, что полностью там надо отказаться от противления злу силой, складывайте там все оружие, просто вот делайте добро, и все. Нет, все намного сложнее. Он не дает такой заповеди, чтобы они оставляли свое служение. Но он им при этом говорит, никого не обижайте. Вот человек, который носит меч, ну сейчас, те, кто там, просто мы говорим, кто наделен особыми полномочиями, он может легко обидеть беззащитного, что-то забрать, отнять. То есть тот, у кого меч, у него больше прав. Ну так же, как сейчас, кто-нибудь наделен там статусом прокурора, да, или вот он, генерал, какой-нибудь военный, у него больше статуса, он может оказать на кого-то давление. И святой Иоанн Креститель говорит, не обижайте никого, тех, кто вот не имеет таких полномочий. Также не клевещите. То есть не выстраивайте свою карьеру за счет клеветы, обмана, за счет подсиживания кого-то, вот наклеветал или там донес, сообщил чего-то нехорошее про своего военного соратника, того уволили, ты занял его место. Вот это все недопустимо. И довольствуйте своим жалованием. Тоже не надо по-монашески полностью от всего отказываться, а вот есть жалование, и уже у других не отнимай. Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? То есть народ настолько был поражен образом его жизни, твердостью его слов, что все вот ожидали, он-то говорил же о Христе, и они думали, может быть, он и есть сам Христос. Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви». То есть тот, кто идет за Иоанном, это не просто пророк, не просто святой человек, а это тот, кто над всеми святыми людьми. Это, собственно, Бог, воплотившийся, который и дает людям святость. «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Да поэтому и будет крестить Духом Святым. А почему добавлено огнем? Это такой вот образ. Огонь, он, во-первых, ну, что самое первое у нас восприятие, он жгет, да, огонь сжигает всякую там труху, всякий мусор, и в крещении благодать Божия, Святой Дух, он попаляет все грехи человека. Огонь еще имеет какие свойства? Он просвещает, то есть все светильники в древности, это, как правило, за счет того, что огонь горел, то есть огонь просвещает тьму. Огонь также дает тепло. Невозможно замерзнуть, если ты находишься рядом с очагом. И вот так же благодать Божия, благодать Святого Духа, она согревает сердце человеческое и просвещает его, просвещает человека истинно, но прежде всего попаляет его грехи. Святой Иоанн еще говорит о Христе, лопатай его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Конечно, сейчас вот наша культура совершенно иная, мало кто представляет крестьянский быт, что такое гумно, то есть особое такое место, зачастую под навесом, в которое собиралось колоссе пшеницы, там скирды, копной пшеницы, и там производилась молодьба, то есть молотили, чтобы зернышки выпадали из этих колоссев, а потом всякую солому, вот ее действительно сожигали, потому что главное-то что? Это пшеница, которую собирают. И здесь говорится про Христа, что вот он придет как вот такой заботливый хозяин, который собирает именно самое главное, то есть вот званных и избранных, те, кто свое сердце посвящают Богу, всем сердцем с Богом, и вот они как драгоценные пшеницы, которые будут в житнице Христовой, а солома это то, что никуда уже не пригодится, ну, понятно, что крестьяне старались, конечно, все там использовать даже, допустим, они там солому могли и с глиной мешать, там какие-то кирпичи делать, но речь идет о чем? О том, что есть вот главное, это пшеница, а есть то, что, к сожалению, какая-то солома легко сожигаема, и это образ людей грешных, которые жили как попало, которые посвящали себя непонятно чему, расточили свою жизнь и в дар Богу не принесли ничего. Многое другое благорестовал он народу, получая его. И после этого святой евангелист Лука делает еще такое краткое сразу историческое замечание. Ирод же четвертовластник, обличаемый от него, то есть от Иоанна, за Иродиаду, жену, брата своего, того самого Филиппа, которого мы упоминали, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темнице. То есть святой Иоанн говорил правду всем в глаза, как божий пророк, и вот он Ироду тоже говорил, а Ирод заключил в конце концов Иоанна в темнице. Но до этого момента произошло самое главное и важное событие, то, что святой Иоанн креститель встречает Христа и крестит Господа. И конечно каждый евангелист немножко по-своему описывает крещение Господа. Нет, там расхождений нет никаких, но у каждого свои немножко такие оттенки, свой ракурс зрения. И вот евангелист Лука он делает, как ни странно, делает акцент больше на уже событие по крещению. Вот только-только закончено про святого Иоанна. И тут же Лука дальше говорит, когда же крестился весь народ, то есть вот постоянно они крестятся, он их погружает, и Иисус крестившись молился. То есть акцент на чем? На том, что Иисус он приходит вместе со всеми, но ведь у него нет грехов. Он чист от греха, он воплотившийся Сын Божий. Вот все те остальные, они каются, исповедуются, их омывают, и вместе с ними Господь Иисус Христос, чтобы показать, что он действительно не отделен от них, он приходит с ними, чтобы их грехи взять на себя и искупить их грехи. И он крестится, чтобы показать, что он разделяет участь всего народа, и они крестятся, чтобы омыться от грехов, а он эти грехи на себя в конце концов возьмет и пострадает за них, Иисус крестившись молился, то есть, как человек, он естественно обращал всегда свой ум к Богу Отцу, а точнее, как Святые Отцы толкуют, что Сын Божий, Вторая Ипоста Святой Троицы, она владела всецело и душой, и телом человеческим своим, и вот он по-человечески, то есть, Сын Божий, Вторая Ипоста Святой Троицы, по-человечески, как человек с молитвой обращается к Богу Отцу, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, голубь, вестник мира, голубь, очень кроткая птица, поэтому, тут не какой-нибудь, там, орел-стервятник, понимаете, ну, представьте, если бы ты был там орел-стервятник или ворона, совсем все не то, то есть, это сразу образ какого-то хищничества, чего-то такого дикого, зверообразного, а вот голубь что-то такое нежное, и Святой Дух является в виде голубя, как птица мира, которая в душу человеческую привносит такую, какую-то чистоту, отраду, мир, и был глаз небес глаголющий, ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение, вот откровение Святой Троицы, Бог-Отец являет себя посредством Глаза Небесного, и Он называет Христа, Которого все видят просто как человека, другие видят Его как человека, а Бог-Отец называет Его Своим Сыном возлюбленным, то есть, вот вторая ипостась Святой Троицы, а третья ипостась, Дух Святой, Он нисходит в телесном виде как голубь, поэтому праздник Крещения мы называем Богоявлением, явлением Бога Троицы. И вот этот голос в тебе мое благоволение, ибо ты спаситель мира. И последнее, о чем повествует евангелист Лука, это родословие Христово. Он так пишет, Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати. крещение, то есть, крещение, оно как бы полагает начало общественному служению Христа. При этом, он был лет тридцати, конечно, некое такое, как бы он пишет, обобщая, не то, что вот там день в день. Видимо, это трудно было как-то, там, кто там записывал эти дни, да, очень трудно было все это уточнить, но, может быть, и так, кстати, было. Но сказано, что тридцати лет, почему? Потому что тридцатилетие – это такая вот полная зрелость, когда разрешалось по закону проповедовать и в синагогах читать Священное Писание и толковать Священное Писание. Если бы Христос вышел до этого возраста, то он не был бы принят, как не имеющий прав на проповедь, а так он имел полное право проповедовать. Сказано, «И был, как думали сын Иосифов». Вот сразу интересное такое понимание. «Был, как думали сын Иосифов». Почему? Потому что до этого евангелист Лука точно пишет, что именно от Духа Святого рождения Пресвятая Дева говорила, как будет это, если когда я мужа не знаю, да, Дух Святой найдет на тебя и сила Вышнего осенит тебя. И у евангелиста Матфея тоже уже самому Иосифу ангел открывает, что «Не бойся принять Марию, ибо родившись в ней есть от Духа Святого». То есть, но люди-то, им же, что же всем объяснять, что это от Духа Святого, и зачем это было в то время, когда еще Христос не вышел на проповедь, поэтому они думали, полагали, потому что они видели как бы семью, что Иисус, он сын Иосифов, но Лука говорит, как думали, то есть он не был сыном Иосифов. А дальше перечисляет, как думали сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиен, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Матафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Матафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зарававилев, Салафиилев, Нириев, Мелхиев, Адиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левиен, Семеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Меляев, Маинанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Воозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Форесов, Иудин, Яковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилеилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Вот, собственно, здесь уже и закончена третья глава, но мы немножко поясним, что вот когда читаем, кажется, ну зачем вообще все это надо, да, какие-то там непонятные имена, какое-то родословное, но если представить и каждый вот свой собственный род, вот обычно мы как, ну мы, задумайтесь, кого мы помним, ну да, вот родители, дедушек, бабушек, потом еще в лучшем случае там прадедов, прабабушек, а потом уже как бы у нас начинают искудевать наши знания, и, к сожалению, далеко не все сохраняют какие-то родословные, хотя сейчас это, в общем-то, получает распространение, это действительно важно, а смысл тут в том, что нельзя зацикливаться вот только на себе и на каком-то узком кругу, вот как нас любят наши родители, да, а наших родителей, их родители, то есть дедушки, бабушки, потом, и вот так вот цепочка любви, которая переходит от родителей к детям, от детей, к их детям, она просирается через историю всего человечества, как некая такая вот цепь жизни, то, за что можно держаться, и Христос, Он приходит в историю человеческую, и Он становится одним из нас. И здесь родословие возводят прямо к Адаму, и, а ведь мы все от Адама, и получается так, что все люди – это одна большая семья, братья, сестры, и Христос, Он как один из нас, как родственник наш, по большому счету. И вот это очень важно помнить, что мы не какие-то там вот посторонние для Христа, а мы для Него как братья и сестры, потому что Он воспринимает человеческое естество Девы Марии, и, в конце концов, все это вот к Адаму восходит. Он наш родственник, и это дает нам тоже некое такое вот дерзновение, что мы не чужие. Вот если ты приходишь к родственнику и попросишь его о чем-то, то Он пойдет тебе навстречу, если, конечно, Он расположен, если Он имеет добрый нрав, если Он к тебе милостиво расположен, а Христос доброго нрава, и Он милосердие явит каждому. Ты только вот обращайся, веди себя соответствующим образом. Поэтому, конечно же, и Рождество Христово – это тоже как такой вот праздник, семейный праздник всего человечества. И упоминание этих родов, оно как раз показывает, что каждый человек, даже про которого мы не помним, он ценен пред Богом. И, конечно, тут еще что отметить, что вот иудеи, для них было важно, чтобы Христос был потомком Давида, ибо Давиду обетовано, что в его потомстве произойдет тоже царь, царство которого будет вечным. И таким образом, престол царя Давида вовеки устоит. Вот он в лице Христовом как раз и устоял вовеки, но это небесное царство, неземное. Есть небольшое расхождение, ну, не то, что небольшое, есть пересечение с родословной, которое упоминается у Матфея, но, к сожалению, не во всем. А может быть, даже не к сожалению, а это особое, такое промыслительное тоже Божие действие, потому что вот Матфей, Матфей, он, для него просто вот важно было показать, что Христос, это прежде всего потомок Авраама, Матфей от Авраама ведет родословно, Авраама и Давида. А для Луки важно провести вообще к Адаму, показать, что все призваны в царство, не только кто по плоти произошел от Авраама, то есть еврейский народ, а вообще все. И расхождение, видимо, связано было с чем, вот как объясняют это толкователи, святые толкователи, и уже буквально во II веке был такой христианин-историк Юлий Африкан, который собирал вот эти данные. Там речь может идти о чем? Вот в ветхозаветной традиции бывало так, что если вот несколько братьев, и вот все они женятся, но у какого-то, какой-то брат, он бездетный, он умер, жена его осталась вдовой, а детей нет. Но важно было для иудеев того времени, очень важно, чтобы род сохранялся, то брат почившего мог взять в жены вдову своего брата, и тогда от него рождались дети, которые считались уже детьми почившего брата. И вот поэтому бывало так, что по плоти вроде бы отец один, а по закону уже считается другой отец, который сам был бездетным. Поэтому из-за вот такого закона происходит, в нескольких случаях произошло расхождение, что по плоти был один, по закону другой, из-за этого вот у Матфея и Луки как раз разные имена упоминаются. И еще, может быть, такой вопрос возникнет, а почему вообще все-таки родословно именно получается Иосифа, да? Иосифа. Ну, ведь он же не сын в буквальном смысле, да потому что если посмотреть вот конкретную ситуацию, то Иисус как отрок, он усыновлен Иосифом, а когда кто-то усыновляется, он принимает фамилию того, кто его усыновил, он принимает все права сына и участвует в наследстве. И в этом смысле действительно в плане усыновления Иисус как младенец и как отрок считался сыном Иосифа. Ну и еще на что обращают внимание ученые на то, что вероятно и предполагается, что собственно говоря, сама Дева Мария, она была тоже из рода Давидова, хотя там вот есть некоторые тоже разные мнения по этому поводу, и вот таким образом ее родословная она тоже восходит к тем же самым правоцам прародителям. Поэтому в данном случае обе родословные они являются подлинными. Но мы не будем очень распространяться на эту тему, потому что есть подробные исследования, есть отдельные лекции, которые посвящены этой теме, а на этом мы завершаем третью главу. В следующий раз, если Господь сподобит, то мы продолжим чтение Евангелия от Луки. Храни вас Боже, дорогие братья и сестры, до скорой встречи.